Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас с вами идеальная косметичка на все случаи жизни. Это не значит, что для безупречного макияжа нужно скупить все это, но я постаралась, знаете, выбрать самое-самое горячо любимое. То, что вот актуально на данный момент. Если я когда-то что-то хвалила, я ни в коем случае от своих слов не отказываюсь. Но видео у нас не резиновое, поэтому мне пришлось немножечко или немножечко урезать список моих любимцев. И также я буду рассказывать и показывать средства из разных категорий, а надо оно вам зависит только от вас. Я перебрала все свое богатство и сегодня расскажу о том, что мне очень-очень сильно нравится. Я могла бы посоветовать вам, как своим близким виртуальным подругам. Ну что, поехали! Ох, пожалуй, самая сложная категория это тональные средства. У всех у нас разные ожидания тонального крема. Всем нравится разное покрытие, разная плотность, разный финиш. Но от себя хочу сказать, что на каждый день я безумно люблю легкие, увлажняющие, сияющие тональные кремы. И даже если у вас жирная кожа, вот попробуйте. Я думаю, что многие могут удивиться тому, насколько красиво, свежо выглядит кожа именно с такими средствами. Я делала подборку в инстаграме, можете заглянуть, там указала больше средств. Но сейчас хочется вспомнить двух моих фаворитов из люксового сегмента для более сухой кожи. Он более увлажняющий, но по уровню сияния вот эти средства все же где-то очень-очень близко. И мне сложно сказать, какой из них мне нравится больше. Вот правда. Если у вас есть какие-то шелушинки, то тон от Shiseido, который Glow, ляжет ровнее. Он чуть менее стойкий, чем Estee Lauder. И я укажу вам оттенки, которыми я пользуюсь в зимнее время года внизу в инфобоксе. Если у нас с вами похожий подтон кожа, у меня он такой оливково-желтый, то я думаю, что это будет для вас такой небольшой онлайн-ориентир, если вы не сможете где-то их протестировать. Тональный крем от Estee Lauder. Это новый увлажняющий футурист. Кстати, здесь SPF 45. Он очень так кайфово наносится кистью, спонжем и даже руками. Только вот если где-то есть неровности, какие-то более сухие участки, вот там у него могут возникнуть какие-то проблемы. Но я чаще предотвращаю появление таких моментов на лице. Поэтому на мне он всегда выглядит роскошно. Это лоск здоровой, красивой, ухоженной кожи. И он застывает и прекрасно держится. Поэтому даже если у вас жирная кожа, комбинированная, то советую к нему присмотреться. Оба горячее любимые. Я думаю, что по моим видео вы уже это заметили. Любимые биби-кремы на каждый день. Причем я выбираю такие биби-кремы, которые и комфортно ощущаются, дают увлажнение. И при этом, когда, например, у меня есть какие-то несовершенства, и есть что маскировать, когда хочется посильнее что-то перекрыть, но при этом не заморачиваться с консилерами, корректорами. То есть их я наношу даже под глаза. Тогда я выбираю биби-кремы. И это те биби-кремы, которые не нуждаются в пудре. Они фиксируются и дают сатиновый финиш. Лицо не выглядит с ними маской. При этом средство стойкое. И вообще вот чем его не наноси, всегда будет хорошо. Это биби-крем от марки Эрбариан. Летом я использовала самый темный оттенок. Сейчас Клэр мне чуть-чуть светловат, поэтому я их миксую. Но я думаю, что когда загар сойдет полностью, я буду пользоваться им. Очень классное средство. И не зря его так многие любят. Не знаю, почему до сих пор вам не показала. Это у меня уже вторая упаковка. Как-то так он часто есть в моей повседневной косметичке. Но я не уделяла этому средству нужного внимания. Это биби-крем от марки Буржуа из линейки Хелси Микс. И у меня оттенок Медиум. Чуть-чуть загорелый. И он точно так же вот легкий по ощущениям, но хорошо перекрывает. И супер-супер приятный на коже. При этом он стойкий. Но все в нем замечательно. Поэтому, если вы еще не пробовали, то однозначно рекомендую присмотреться. Вы уже начали меня спрашивать. Оля, куда из твоих фаворитов подевался тональный крем от марки Эвелайн? Никуда не подевался. Дело в том, что я сейчас предпочитаю чуть более легкое покрытие. И такой сияющий финиш. И когда мне хочется нарядного макияжа, безупречного лица, без единого изъяна. И вот когда я куда-то еду, например, и мне нужно будет фотографироваться. Когда мы идем на праздник. Я очень часто выбираю именно этот тон. И особенно тогда, когда лицо не в самом лучшем состоянии. Когда вот хочется, знаете, что-то скрыть, чтобы чувствовать себя комфортно. Чтобы быть уверенной в своем макияже. Чтобы нигде ничего не стерлось. Это всегда мой выбор на такие случаи. И несмотря на то, что он жидкий по своей консистенции. Буквально как вода. Он имеет хорошую плотность покрытия. И у меня даже нет ни единого люксового средства. Из такой категории поплотнее. Которая красивее бы выглядела на моей коже. Поэтому, да, до сих пор люблю и обожаю. Просто больше на выход. Едем дальше. Консилеры. Здесь еще все сложнее. У меня есть масса любимейших средств. И я могла бы тут сидеть и долго их перечислять. Я сделаю для вас подборку в инстаграме. Такую более обширную. Но сейчас хочется сказать о двух самых-самых таких часто используемых. И также об одном, к которому я вернулась спустя очень долгие годы или месяцы. Я уже потерялась, но он у меня был много раз. И это обновленная формула консилера-корректора от марки Катрис. Причем многие говорили, что старая и новая формула это то же самое. И я как-то, не знаю, обходила его стороной. А тут думаю, возьму-ка я попробовать. И я могу сказать, что сейчас он стал легче. Он не такой сушащий. Мне его сейчас недостаточно, чтобы что-то скрыть. Хотя несовершенств на лице стало меньше. И под глаза сейчас он очень даже годится. Он все так же хорошо освежает область под глазами. Хорошо перекрывает. Но не железобетонный. Но по стойкости это пять с плюсом. Мне очень понравился. Поэтому дальше буду вам его советовать. На каждый день, если я вообще не крашусь, но хочется как-то освежить взгляд. И при этом не наносить что-то супер плотное. Я выбираю вот такой консилер от марки Эвелайн. Он у меня во втором оттенке. У него такая интересная кремовая текстура, классная плотность покрытия. И он такой немножечко липкий. То есть хорошо распределяется по коже, хорошо подстраивается под все заломы, какие-то морщинки. И не старит века. И при этом вот нет какой-то сухости. Его можно припудрить. И тогда вообще замечательно. И вот он такой, знаете, беспроблемный. Я люблю косметику, которая не требует заморочек. С ним все максимально интуитивно. Нанесла пальчиком, там не важно, дотушевала, не дотушевала. Он сам распределился, уселся. Он хорошо на мне так смирно держится. И также, если у вас очень сухая кожа под глазами, советую присмотреться. Это консилер из категории вот Хелена Рубинштайн, Клоранс, Эсти Лаудер. Они у меня позаканчивались уже давно. Я уже год пользуюсь этим. И как-то, не знаю, не было даже мысли покупать более дорогие. Также что-то из категории универсальных средств. И также не сушащая. И не то, чтобы суперстойкая. Но при этом мне, вот знаете, с ним прекрасно. Мне с ним хорошо. И это то, что всегда отрабатывает каждую копейку. Причем здесь довольно большой объем. Можно использовать в качестве тона. Можно смешивать с кремом. Можно носить под глаза, на все лицо. Ну, в общем, такое универсальное средство от марки Dior. У меня в более желтом оттенке. Как и все остальные консилеры-корректоры. Мне нравится, как они как-то выглядят под глазами. И они, наверное, даже за счет своего цвета немножечко нейтрализуют синеву. Какую-то серость, которая есть. Да, под глазами у меня прям реальные синяки. И со временем ничего не изменилось. Я просто научилась их по-другому маскировать. Вот. И такая штучка от Dior. Я думаю, что подойдет тем, кто любит их хорошее покрытие, но при этом не ожидает суперстойкости. Кто терпеть не переваривает. Так же, как я корректор от марки Tarte. Мне он очень сухой. Я такое не люблю. Этот будет более увлажняющим. И да, я сто раз обрадовалась тому, что я его купила. Если от пудры на все лицо я могу отказаться, то люблю припудрить консилер под глазами, потому что у меня есть впадины, не просто синяки. Для того, чтобы их замаскировать, мне лучше убрать вот этот влажный блеск. Тогда это выглядит красивее. Я долгое время показывала пудру от Too Faced. Она все еще классная, но как-то в последние, наверное, полгода я перешла на пудрочку от марки Wet n Wild. Она якобы прозрачная, но на самом деле она с желтоватым подтоном, и она так красиво выравнивает область под глазами. Она буквально вот как ластик стирает морщинки. Особенно это красиво выглядит на фотографиях, на видеосъемке. Это вот такая пудра со спецэффектами. И я считаю, что за такие деньги это феноменальная пудра. Я также ее использую не только под глаза, а и на Т-зону. Она хорошо матирует, хорошо выравнивает и не пересушивает. Недавно я достала свои метеориты, сразу скажу, что они у меня в оттенке 3. Они самые универсальные. Я покупала лимитки, они очень часто слишком сияющие или с какой-то рыжинкой. Номер 3 самые универсальные, и как мне кажется, вот с ними не прогадаешь. И я воспользовалась метеоритами и думаю, как я могла отложить их на такой длительный срок. Это феноменальная матирующая, сияющая пудра. Конечно, она не супер заматирует лицо. Ее можно использовать поверх сырого тона или же поверх готового макияжа, когда хочется добавить вот такой сияющий штрих, но при этом это будет умеренное такое благородное свечение. И я очень долго не могла найти замену этим шарикам. Мне это удалось из более доступного сегмента, но я все-таки повредничаю. И скажу, что придется дождаться следующего видео о бюджетных аналогах люксовых средств. А если вы со мной в инстаграме, куда я вас приглашаю, то вы в курсе, что это за средство. Я его также приобрела. И да, это именно то. Но все-таки метеориты, они вот в такой баночке. Это культовое средство. Ее очень приятно поставить на туалетный столик. Открываешь. Это и аромат, и эффект, и сама форма выпуска. Это как такое небольшое ежедневное волшебство. И я обожаю метеориты. Я покупала их несколько раз. То есть я использовала несколько пудр вот таких. Это или вторая, или третья. Я потерялась. Но я и маме купила и свекрови. Я вообще советую вам покупать средства именно онлайн. Потому что так более выгодно. У вас более обширный выбор. И на Makeup.ua у них более доступная цена. Можно попросить в подарок. Скоро будет и черная пятница, и новогодние праздники. У Makeup.ua действительно очень-очень крутой ассортимент. Они быстро отправляют. Есть Makeup Store, который отправляют в Россию. Также они представлены сейчас и в Казахстане, и в других странах, и в Европе, и в Польше также. Поэтому где бы вы ни находились, вы можете найти любую косметику, которую я часто рекомендую в своих видео, именно на Makeup. Все ссылки я оставлю вам внизу. И также у Makeup.ua есть свой канал, где у меня есть отдельная рубрика. Там больше обзоров на косметические средства, которые никогда не повторяются на моем канале. Поэтому, если вы пропустили битву брендов, там было много ухода, то тоже приглашаю вас посмотреть и те выпуски. Из категории сияющих пудр с дополнительным покрытием, с таким шлифовочным эффектом, когда тональный нанесся как-то неровно, когда переборщили с бронзерами, когда что-то недотушевали, когда просто хочется что-то исправить, не бежать смывать, эти пудры приходят к нам на помощь. Их также можно использовать поверх легких тональных кремов, тогда у вас и больше покрытия, и очень-очень красивое освещение. И у меня сейчас беда, потому что я нигде не могу найти отдельную пудру из палетки Hourglass. Она у нас вообще не представлена. Мне нравится не классическая палетка, а именно вот такая под названием «Никогда не могу найти». Я обязательно напишу вам, но я уверена, если вы смотрите мои ролики, то вы в курсе, что классическая Dim Light мне не подходит. Я использую с желтоватым подтоном, это просто шик. И я сейчас ищу отдельную пудру, вот эту маленькую затертый рефил. Я уже стараюсь не использовать, потому что мне так жалко. И более бюджетный аналог. Кстати, нескончаемая пудра, сколько бы я ее не терла кисточкой, я много ей пользовалась. Она все равно выглядит как новая. Упаковка здесь не лухари, но главное, что по финишу это близко ко многим дорогим сияющим пудрам. И, к сожалению, здесь один оттенок Golden Rose. Выпустите уже побольше этих цветов. Он не загорелый, но если вы прям супер белоснежка, то для вас может быть слишком... Ну, не хочется говорить темный, потому что это все-таки красивый такой пудровый цвет. То есть, я не могу сказать, что это прям что-то такое для загорелых девчонок. Но, тем не менее, имейте в виду, что если у вас такая прозрачная кожа, то, наверное, нужно искать что-то в других марках. Я же эту пудру нежно люблю, и мне оттенок в сам раз. Если вы меня спросите, что же делать, если нужна сильно матирующая пудра. Мне очень нравится вот такая Sensai. И она, кстати, самая универсальная. И здесь ведро пудры. Просто вообще покупай и пользуйся до конца жизни. Если вы визажист, то я думаю, что стоит к ней присмотреться. Мне, кстати, она больше нравится, чем Laura Mercier. У нее, по моим ощущениям, мельче помол. И она оставляет кожу заматированной, но живой. А Laura Mercier мне так стягивает, что я прям не могу. Наношу я ее исключительно на вот эти зоны. Но я сегодня не использовала пудру. Я, как всегда, я знала, что я буду снимать. И при съемке все-таки все какие-то сияющие участки выглядят не так красиво, когда чуть-чуть их заматируешь. Из еще более матирующего и более доступного – это рисовая пудра от марки Paisa. И также мне очень нравится пудра прозрачная от Everline. И она еще, знаете, не просто матирует, а визуально сглаживает поры. Очень красиво выглядит на лице. Я не смогла ее найти для этого видео. Куда я ее пристроила, я не знаю. Но знаете, что в каждом ценовом сегменте можно найти хорошую пудру. Палетки теней. Я, конечно, долго мучилась с выбором. Я не хотела никого обидеть. Сейчас такое изобилие качественных теней на рынке. Сейчас вот прям произошел бум. То есть, куда ни глянь, везде есть хорошие какие-то тени и разные текстуры, и разные оттенки. Ну, в общем, давайте сегодня покажу то, чем я пользуюсь чаще всего. Из дорогого. То, от чего я без ума – это палетка от марки Natasha Denona, которая в номере 2. Здесь мой самый любимый пыльно-розовый оттенок теней. Я поняла, что это прям мой цвет. Я всегда первым его выискиваю в каждой палетке теней. И также мне нравятся здесь такие бронзово-холодные оттенки сатиновых теней и в уголок глаза. Или, если хочется, что-то на центр века такое светлое нанести. И вдоль линии роста ресниц я часто использую вот такой фиолетовый. Необычные тени, супер мягкие, хорошо тушуются. Для меня это самая удачная подборка цветов у Natasha Denona. Из мини-палеток Natasha мне больше всего нравится мини-глем. Она нейтральная. Не сказать, что это то же самое, что большая палетка Glam. Нет, оттенки не повторяются. Мне больше всего нравится вот этот переходной. Если найду где-то такой рефил, обязательно куплю. Потому что это вообще не рыжий, он не холодный. Он с такой легкой оливкой. И это кайф чистой воды. Есть и бронза, и оливковые сатиновые тени, и сияющие вот такие светлые, и матовый темно-коричневый. Да, это палетка, которой очень часто тянется рука. У меня есть и Glam палетка. Это холодная гамма. Да, это одна из лучших нейтральных палеток базовых на каждый день. У вас с ней все получится. На нее будет отдельный обзор. Обещаю вам в следующем месяце расскажу все более подробно, но не могу не вспомнить о ней в этой подборке. Из того, что мне нравится из доступного сегмента, знаете, тоже берешь любой оттенок, растушевываешь там, не глядя в зеркало, утром, когда спешишь. И вообще хочется подчеркнуть глаз, нарисовать его с утра там, где его после сна почему-то не оказалось. После 30-ти бывают такие ситуации, причем гулять за день до этого вовсе не обязательно. Ну, короче, палетка тоже не рыжая. Это вот такая от Catrice, да, тени здесь не супер яркие, но как-то вот с ней получаются такие прям дорогие макияжи. И здесь есть мой любимый пыльно-розовый, все самые необходимые оттенки для красивого макияжа на каждый день. Также мне нравятся тени от Jeffree Star Blood Sugar. Очень качественная палетка. И там супер матовые оттенки. Вот они какие-то такие, даже немножечко кремовые. И Наташа Динона, Анастасия Беверли-Хиллс. Кстати, у Наташи не все палетки удачные. Те, которые я назвала, я могу за них ручаться буквально. Jeffree Star сказала какая. И Анастасия мне нравится самая первая. И с ней у меня получаются более темные макияжи. Также мне нравится палетка от Evelyn. Так, открыла, непонятно, что за вещь. Вот такая рубиновый гламур. Я делала на нее и обзор, и несколько раз ее показывала. Очень красивые такие базовые оттенки. И тоже классный переходной. И много таких вот, знаете, которые используешь и всегда получается симпатичненько. Всегда это красиво. Никогда не скажешь, что это были какие-то бюджетные тени. Вы найдете ее дешевле. Еще и прилагается кисть. Все вот эти шиммеры очень пигментированные. Я наношу пальцем. И с ними опять же все супер просто. Для меня это находка для шпиона. За такую цену я считаю, что это просто очень-очень удачный запуск у Evelyn. И до сих пор обожать эту палетку. Не поверите, но среди жидких каких-то теней, тинтов для глаз у меня нет ничего из люксового сегмента. У меня случился бюджетный белорусский шок. И поэтому я хотела бы обратить ваше внимание, если вы еще о них не знаете, то вам такое срочно надо. Это белородизайн. Я наконец-то дождалась огромную посылку. Я сейчас пробую все. И потом более подробно расскажу о каждом средстве. Сегодня не хочу сдавать все явки и пароли. Но удачных находок есть гораздо больше, чем в этом ролике. Мой самый любимый оттенок их, таких жидких металлических теней. Причем это не тот металлик, который смотрится дешево. Он наоборот как-то так вот придает шика нашему макияжу. И самый такой вот мой любимый, обожаемый цвет это пионовый. Это очень красиво. Это так красиво на веках. И сегодня с утра я слегка намазалась вот таким в оттенке шампань. Я очень-очень рано проснулась. Сейчас вот прибежала с города, думаю, дай-ка поснимаю что-то на ютуб. И да, это оттенок, который тоже часто использую. Иногда я их миксую вместе. Еще, как мне кажется, многим подойдет тауповый. Для меня он слегка холодный. Я своей маме его оставлю. И также удачный. И тот, который часто в использовании, это песочный. Если видели что-то сияющее у меня на глазах, то очень часто это были какие-то из вот этих теней. Кстати, интересно, есть ли у них темные оттенки. У Luxe Visage есть вот такие тени под названием Metal Hype. Они, кстати, по своей текстуре, во всяком случае, оттенок 4, который мне нравится. Который чем-то напоминает тинт от Armani. Только в нем меньше этой розовинки. Но, тем не менее, это серо-ванильный оттенок, который всегда вот нанесла грамульку. И всегда красиво для повседневного макияжа. Если у вас очень светлая кожа, если вы не любите яркие макияжи, но хочется как-то добавить свежести глазам, какой-то интересности макияжу. Я думаю, что в каждом из этих брендов, Belour Design и Luxe Visage, вы выберете нужный себе оттенок. И если сравнивать, например, вот этот светлый и от Belour Design, то пигментация у Belour Design все-таки посильнее. Есть у меня еще и вот такие мини-палетки. Я видела их на Мейкапе. И Мейкап Стор отправляет их в Россию. Стоят копейки. И если будете оформлять заказ, забросьте одну из этих палеточек. Они вас очень сильно удивят. На них бывает скидка. И тогда они могут стоить там даже не 3 доллара, а 2,5, например. То вообще бери не хочу. Первая палеточка. Здесь такие красивые цвета. Это попадание прямо в сердце. Во-первых, здесь матовые, бежевые. Вообще все оттенки матовые. Но есть и такой переходной. И, кстати, в палетке они кажутся, ну, какими-то сильно такими простенькими. Но на глазах получается сложный макияж. Но сложный не в исполнении, а именно в том, как смотрятся эти оттенки. Они какие-то такие многогранные, роскошно подчеркивают оттенок глаз. Это четвертая палетка. И еще одна. Тоже с матовыми, но здесь уже сатиновый оттенок такой коричневый. Для Smoky Eyes это бомба. Тоже есть бежевый, темно-коричневый. Он похолоднее будет. Персиковые тени. Но они действительно персиковые. Не рыжие, а персиковые. И красивые бронзовые. Очень хорошо наносятся, но рекомендую наносить именно пальцем. И это у нас палетка номер 6. Из бронзеров покажу два. Подороже и побюджетнее. Но оба одинаково люблю. Мне нравятся такие естественные бронзеры. С песочным оттенком, но которые не рыжат. И чтобы они были слегка сатиновыми. Чтобы был такой некий перелив, который не подчеркивает текстуру кожи. Но при этом смотрится так, как будто я действительно немножечко загорела. Это опять же молодит. Как-то освежает. Так бодренько выглядишь. Я люблю бронзеры, но только вот естественные. Это Бекка. Я думаю, что с этим все понятно. Я думаю, что скоро он закончится. Но в ближайшем времени я буду пользоваться тем, что есть. Буду скучать. Он безупречен. Всегда без пятен. Очень классный оттенок для славянского типа внешности, как мне кажется. И цвет Bali Sands. И второе, как обещала, это Eveline в оттенке 01. Что-то мне еще нравилось. Vibo, да? Там красивый есть. Я недавно рассказывала о бюджетных находках. Ну, этот у меня в последнее время постоянно в туалетном столике. Пользуюсь. Красивый оттенок. Не рыжий. Все, как я люблю. Он даже более холодный, наверное, чем Бекка. Это где-то рядом и красиво смотрится. Даже там, опять же, не глядя в зеркало, намазалась в темноте. И никогда не будет пятен, каких-то непонятных полосок на лице. Тоже такой беспроблемный бронзер. Румяна. Если забрать все и сказать, Оля, можешь выбрать одни. Это всегда будут MAC Dainty. Люблю. Не могу. Я вам честно говорю, что я не могу отказаться от этих румян. Они персиково-розовые, с легким переливом. При этом как-то умудряются не подчеркивать текстуру, какую-то неровность на лице. Поэтому я в каждом видео, где могу, показываю это самые удачные румяна из всех, которые когда-либо у меня были. Из бюджетного сегмента похожие. Но вот эти, как мне кажется, они чуть более розовые. Это марка Evelyn. Первый оттенок. И они не настолько сияющие. Они более сатиновые. То есть, не матовые, которые смотрятся неестественно. Все-таки с легким переливом. Но здесь нет ни намека на хайлайтер. Это вообще другая история. Это тоже румяна, которая подходит ко всем макияжам. Это Belle. Вот такая малютка. Я не знаю, почему никто о них не говорит. Очень даже зря в оттенке Golden Peach. То есть, это золотисто-персиковые. Но здесь, как я сказала, больше персика. И вы знаете, это максимально похоже по тому, что получаешь на лице и по текстуре на румяну от марки Tom Ford. Вот такой небольшой тоже еще очередной бюджетный шок. Но я считаю, что эти румяшки заслуживают большей огласки. И я обязательно куплю больше оттенков. Матовые румяна. Такие холодные тоже к каждому макияжу подходят. И это матовые, которые смотрятся тоже так, естественно, на лице. Номер 40. Много раз рассказывала о нем. И это марка Essence. Я не верю, но мы с вами добрались до средств для губ. Начнем с карандашей. Карандаш я использую тогда, когда, во-первых, мне хочется скорректировать форму губ. Во-вторых, когда мне лень искать какую-то помаду. И, в-третьих, я люблю сочетать, например, чуть более темный карандаш и чуть более светлую помаду. Когда это растушевываешь, получается градиент. И сейчас также начали выпускать настолько крутые карандаши для губ, которые даже не уступают некоторым помадам. И по стойкости, и по пигментации, и по тому эффекту, который они дают. То есть, это может быть карандаш, а выглядит как матовая помада. И начнем мы с вами с таких, которые помогают скорректировать форму. Если вы видите на мне нюдовую помаду, если вы видите просто что-то нюдовое на лице, на губах, то, скорее всего, я воспользовалась каким-то из этих карандашей. Есть еще один от Lamelle, но я не помню. Там, по-моему, седьмой номер. Я здесь нигде не могу купить, поэтому просто даю вам наводку. У них очень классные по качеству карандаши для губ. Они гелевые, там очень-очень красивый оттенок. По-моему, седьмой. Точно напишу в инфобоксе. Следующий это Pierre René. Если у вас прям светлая кожа, и вам нужен не рыжий карандаш для губ. Я люблю не рыжие карандаши. Pierre René в оттенке 07. Из Beauty Bomb. У Beauty Bomb, как оказалось, тоже очень хорошие карандаши. По качеству тоже гелевые, пигментация. Все, что я показываю, это, знаете, на уровне. То есть, нет такого, что какой-то хуже, какой-то там лучше. Здесь разница в оттенках. 0,2 холодный нюдовый. Могу выбрать один из них, и чаще всего по разным сумкам раскладываю, чтобы потом не искать. Карандаш, который я чаще всего теряю, и он чуточку темнее, чем остальные, это идеальный нюдовый карандаш, который тоже может смотреться как помада. Ко всем таким smokey eyes. Когда нужно что-то дорисовать, там миллиметр в подарок, это Chic Florence. И он уже будет потемнее, если у вас свои губы насыщенные по пигменту, если у вас более темный оттенок кожи, и вам нужно что-то более выразительное, то тогда ищем Florence от марки Chic. Из таких цветных карандашей, ну, наверное, никто не удивится, у меня их масса, я уже перестала считать, это Pupa 04, такой пыльно-розовый, коричневый, но темный нюд, который улучшает цвет каждой помады, он хорошо играет со многими остальными, но учитывайте, что это не светлый оттенок, и в качестве самостоятельного средства это тоже конфетка. Люблю все карандаши от Chic, и оттенок Monza, это когда вот и не хочется нюд, и к яркому ты еще не готов, и это очень такой универсальный цвет, который подойдет тем, кто не может осмелиться, например, на вот такой, но хочется сделать губы более выразительными, какими-то чувственными, и тоже ко многим другим оттенкам помад, он подходит, вот такой уникальный. Дальше Gouche, тоже что-то в этом духе, чуточку поярче будет, то есть есть меньше коричневинки, это оттенок Antique Rose, также мне нравятся холодные, не светлые 03 Beauty Bomb, он напоминает многие люксовые помады, в том числе и мою любимую Nars, и вот все они приблизительно где-то рядом, но на губах эта разница видна, поэтому не нужно писать мне, что я дальтоники все напутала, нет, но это вот все любимые карандаши, можно купить один и приблизительно понять, какая цветовая гамма мне нравится, и потом уже брать другие, например, если вам подходит то же самое, и карандаш, который не похож на другие, потому что это как такая коричневая рябина, можно сказать, то есть это и не красный, и вот она хорошо смотрится с теплыми нюдами, она, он, что-то у меня сегодня проблема с этим, Pupa 022, знаю, что многие приобрели, кстати, я люблю вот эти спонжики со второй стороны, ими растушевываешь контур, и получается омбре, и этот карандаш, он не матовый, он слегка вот с таким сатином, и даже в качестве помады смотрится очень красиво, я люблю обрисовать им губы, и потом добавить еще теплый нюд, и тоже такой свежачок получается, и давайте начнем с теплого нюда, это помада от Nars, у меня в праздничной упаковке, но она есть в классической линейке, стандартной, это оттенок Барбара, плотный цвет, комфортная текстура, она и не сияет, и при этом не сушит, нельзя ее назвать матовой, вот она какая-то такая, всего по чуть-чуть, и все вместе, это вау, очень сильно люблю сияющие блески от марки Fenty, они и пахнут вкусно, и питают хорошо, и также блестки, которые вы видите в упаковке, они не видны, но визуально увеличивают губы, и мой самый любимый оттенок, это из какой-то лимитки у меня сейчас, но мой самый любимый, это Fussy, из Eveline, у них есть вот такая линейка, XXL называется, или, ой, XL, Lip Maximizer с перцем, но я максимайзера какого-то у себя не заметила, но зато очень красивый оттенок, я знаю, что его быстро разобрали, но надеюсь, что снова появился, 04, вы видели, что даже на какие-то особые случаи, я часто выбирала именно этот блеск, он плотный, он такой, не липкий, но, не хочется говорить, вязкий, но не жидкий на губах, он не растекается, при этом и увлажняет, и как и лак, и блеск, и все в одном, и оттенок хорошо сочетается с какими-то карандашами, чуть потемнее, тогда получается прям вкуснятина на губах, очень красиво, аппетитно это выглядит, и при этом губки ухоженные, красный цвет, который сегодня у меня на губах, если вы видите красный, если вам нравится такой чуть более смелый, чуть более такой помидорный, теплый оттенок красного, это такая любовь, я долго искала именно такой оттенок помады, это номер 10, я и на праздники его красила в прошлом году, и когда мне хочется вот чего-то такого необычного, в обычной жизни, я просто крашу ресницы, немножечко наношу каких-то теней, но главное это губы, в сочетании с любыми другими цветами в одежде, там прическа уже не важна, все будут смотреть на ваши губы, это марка Пупа, их жидкая матовая помада, пока я не съем что-то супер жирное, она не будет стираться внутри, даже если это произойдет, можно добавить, давайте, наверное, покажу то, что я стараюсь отыскать чаще всего, вот, как упрусь, нужен мне этот цвет, эта помада и все, хоть ты хоть тресни, нравится мне помада Nars, и если раньше я обожала холодные оттенки, прям супер лиловые, и от многих я как-то, не то чтобы отказалась, просто я, наверное, перегорела, хотелось чего-то нового, и та, которую мне не хочется заменить на другие, причем у нее тоненькая текстура, она хорошо передает цвет, комфортно ощущается, это матовая помада Nars, оттенок Bucara, вы часто интересуетесь, вот скажи, какой там цвет Nars, тебе нравился этот, и вообще, многие помады Nars я люблю, также недавно купила жидкую матовую помаду от Estee Lauder, никто о них не говорит, я не понимаю тоже почему, 401 номер, тоже рассчитываю на то, что этот оттенок представлен во многих странах, потому что вы жалуетесь, что не можете найти, но бывает так, что я что-то порекомендую, это тоже исчезает с полок, возможно, чуть позже он снова появится, это и не холодный, и не слишком нюдовый оттенок, то есть, вот когда не хочется сильно красить глаза, хочется подчеркнуть губы, я выбираю эту помаду, это максимально комплиментарный оттенок, это супер красиво, это также выбеливает зубы, и я люблю такие помадки, если я делаю темными глазами, то я всегда выбираю светлую помаду, и долгое время я использовала MAC Modesty, потом думаю, ладно, нужно на минуточку там отпустить, отдохнуть от нее, и выбираю потемнее карандаш, например, Chic Florence, и добавляю такой слегка розовый оттенок нюда, и один я думала, что я посеяла, купила второй, у меня такое бывает, вот нравится мне эта помада, она кремовая, это Beige Pop 04 от Clinique, и ее я наношу вот такими прихлопывающими движениями, растушевываю пальцем, или каким-то спонжем, для того, чтобы был такой красивый градиент, и последняя помада, я могла бы побить все рекорды по потере помады, карандашей для губ, я могла бы стать мастером спорта в этой области, я купила себе полноразмерную версию, и умудрилась ее посеять где-то на третий день после покупки, это Jeffrey Star оттенок Christmas Cookie, он темнее чуть-чуть, чем вы сейчас видите, и я использую его чаще всего с карандашом от Pupa, в четвертом оттенке, последняя была мини-собиралка во влоге, тоже показывала, такой и не холодный, и абсолютно не рыжий оттенок, очень красивый, и многим он однозначно подойдет, о бровях я расскажу максимально быстро, потому что с бровями я не заморачиваюсь, главное, чтобы мне подходил оттенок, и я уже не стану насиловать вас этой информацией, потому что этими тенями я пользуюсь на протяжении многих лет, и, кстати, до сих пор они не закончились, это, правда, уже какая-то там упаковка, но это самый долгоиграющий продукт в моей косметичке, это Anastasia Beverly Hills, и мне нравятся оливковые тени, для бровей они смотрятся на мне максимально гармонично, именно с таким подтоном, и оттенок у меня блонд, если удастся где-то найти, просто я сама давно покупала и не видела в продаже, но вдруг, марка Freedom, это тоже тени для бровей, в оттенке блонд, такой же нужный мне оттенок, правильный для пшеничных блондинок тепленьких, и это более бюджетная замена Anastasia, но когда я супер загорелая, я не могу пользоваться этими тенями для бровей, потому что кожа темная, брови выгорают, это естественные процессы у меня летом, и нужно как-то решать это, тогда я прибегаю к использованию более тауповых, чуть потемнее оттенков, и вот мне понравились такие тенюшки, это тени для бровей от Reluie, дуо, есть посветлее и потемнее оттенок, очень симпатичная, хорошая пигментация, красиво распределяются, и у Luxe Visage есть классные отдушки, там нет вот такого разделения на два подтона, а просто одни тени для бровей, у них там удачные оттенки, мне подходит самый светлый в номере 1. Из помадок для бровей, я люблю помады, которые подходят мне по оттенку, а это не во всех брендах, B стойкость, и C это дополнительная фиксация, самая уникальная по своей текстуре, по свойствам, это Sensation, мне подходит оттенок Sweet Blonde, у них есть и тауповый, она мне нравится тем, что она не пластилиновая, и она очень-очень естественно выглядит на бровях, иногда тенями так не нарисуешь брови, как этой помадкой, и также у марки Avaline вышли очень крутые помады для бровей, там также шикарная, правильная серо-коричневая подборка оттенков, и для блондинок, самый-самый светлый, он подходит таким, как я, и тауповый, такой классический, самый универсальный, тоже фиксируют бровки, и все-таки консистенция у них разная, и помадку для бровей от Avaline я использую более осторожно, гели для бровей, я приемлю только те, которые хорошо фиксируют брови, которые делают ламинирование бровей, вот выкладываешь и все, там челка-не челка, ветер-не ветер, твои брови лежат так, как надо, мой самый любимый, это Lancome, прозрачный, в оттенке 00, и вообще неожиданно, но крутой есть у NYX, и я вот думала, что ничего лучшее я не смогу найти, а тут такой сюрприз, я сейчас активно тестирую белорусскую косметику, будет отдельный ролик, чуточку позже, но вот этот гель, я сейчас не могу не поделиться с вами, он очень крутой, это марка Belor Design, он прозрачный, он такой жиденький, да, но при этом ты можешь хорошо распределить его по бровям, ничего не залипает, вот я знаю, что с Lancome у некоторых бывают проблемы, потому что он более густой по консистенции, здесь же вообще все хорошо, наносишь раз-раз, и брови держатся, я безумно рада, такой находке, это шикарнейший продукт за копейки, фух, это было супер длинное видео, но я надеюсь, что вам будет в первую очередь удобно найти такой ролик, да, моя идеальная базовая косметичка, если вы вдруг подумали, что, какие, например, румяна любит Оля, да, заходишь, и у тебя все есть в одном ролике, а не выискивать, где я там использовала, где я там показывала, где я упоминала, поэтому в первую очередь, это для вашего удобства, и чтобы это был такой один обширный ответ на все ваши вопросы, я очень-очень благодарна вам за просмотр, и пальчик вверх, это помогает каналу развиваться, и очень сильно мотивирует меня, как блогера, на этом мы с вами будем прощаться, всех целую и обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро,